Дневной разворот Валерий Турулов Мы живем в какой-то сказке В параллельной реальности Во втором часе мы будем говорить С представителем организации Дорогой Добра Да, совершенно верно Подойдет к нам Юлия Мошкина Мы будем рассказывать о благотворительной ярмарке Дорогой Добра, которая пройдет В ближайшие выходные Но еще несколько тем затронем Подробнее после 12 часов В первом часе у нас очень важная тема Если вы считаете, что в начале декабря У нас в городе ничего особо не происходит Город ни шатка, ни валка готовится к Новому году И все идет своим чередом Это не так Жизнь кипит Мы с удивлением и с разными эмоциями следим за этим Последние дни буквально у нас идет настоящая борьба Настоящая битва Я бы так сказал Но я так понимаю За ту сумму, которую мы будем платить с Нового года А мы по-любому ее будем платить Видимо уже, да? С Нового года Я имею ввиду за вывоз твердых коммунальных отходов Люди заседают Люди высказывают свои мнения Свое недовольство И вы знаете Три с небольшим недели остаются до Нового года И по мне так это безобразие Что мы до сих пор Не знаем точную сумму Сколько мы будем отдавать за мусор Вывоз мусора Тебя возмущает, Аня, вот этот факт? Меня возмущает Мы до сих пор находимся в неведении Меня, Владимир, больше возмущает другой факт Мне непонятно совершенно Каким образом потом Все это будет объясняться людям Потому что я помню Как вводился платеж за капремонт Я помню, что мы рассказывали о том Что он появится в течение полутора лет И когда он появился Огромное количество звонков было в нашу студию С криками Как вы могли нам не рассказать? Вот примерно то же самое Сейчас поэтому мы делаем эфиры Практически каждый день мы говорим о вывозе мусора И сегодня в нашей студии Три человека, которые были вчера Которая участвует в баталиях Которая участвует в баталиях И вчера, и позавчера И сегодня И всегда И сегодня, да Владимир, давай представим Да, Константин Синчихин Руководитель общественного совета При региональной службе по тарифам Это тот орган, который нам и должен озвучить Вот эту сумму, этот тариф Но пока еще не озвучено Константин, добрый день Добрый Добрый день Андрей Воробьев Член общественной палаты Кировской области Юрист Член рабочей группы по контролю за тарифами Андрей, добрый день Добрый день И тоже член рабочей группы по контролю за тарифами, и депутат Кировской городской думы Юрий Шлемензон сегодня с нами, Юрий Львович. Добрый день. Здравствуйте. Ну давайте вот перед тем, как к теме тарифов мы перейдем, я знаю, что и Константин, и Юрий Львович только что буквально с городсовета прибежали к нам в студию. Вот у нас есть буквально 4 минутки, а вы сбежали от того, чтобы успеть к нам на эфир. Вы сказали, что там очень важные вещи сегодня обсуждаются, и нужно донести обязательно до горожан, в чем там камень преткновения. Ну вот на третьем вопросе мы остановились на сегодняшний момент, с которого мы сбежали, можно так это сказать. Я успел там свои 5 рублей вложить в это во все, а это именно обсуждался третья очередь торгового центра «Кристалл», торгового офисного центра «Кристалл». В смысле строить или не строить? Строить, строить либо не строить, либо совсем не нужно в данной ситуации. А помните людям, где это? Это как раз у нас перекресток улицы Заводской с улицы Профсоюзная, недалеко от Старого моста, где у нас и так проблем хватает, и пробки, и утром не могут в город заехать, и вечером из города не могут выехать. И на улице Заводской, где там микрорайон на Заводской, там тоже с утра не выехать, не заехать. А тут еще строительная компания, которая строила «Кристалл», предлагает, давайте еще рядышком 25 этажей построим. Где там рядышком еще можно открыть 25 этажей? Там есть небольшой земельный участок, очень небольшой. 0,9 гектара. 0,9 гектара, да. Маленький пятачок. Вот, маленький пятачок, да. И вот на этих 90 соток без каких-либо парковочных мест, так как и парковочные места, они говорят, что это будет в здании, так вот, то, которое уже построено. Они предлагают построить 25 там со хвостиком этажей еще одного торгового офисного здания. Свою бытность года так три назад, наверное, может быть, четыре, когда у нас Корсулин Юрий Александрович, наверное, да, руководил строительной частью в администрации города Кирова, он в своей бытности еще строительной компании сказал. Ребята, они еще тогда выходили с просьбой, когда они достроили вот этот кристалл, он уже был все построен, уже сдан, они тогда выходили с просьбой построить третью очередь. И тогда им было дословно сказано, что третья очередь будет построена только в том случае, если данная строительная компания построит еще мост дополнительный. Какой мост? Через Вятку? Снесет старый мост и построит новый. Нет, почему? Еще дополнительный, я говорю, дополнительный мост. Но вы понимаете, при строительстве такого большого объекта, мы, как минимум, это еще сколько-то тысяч квадратных метров, да? Тем самым там будут в офисах кто? Общая сумма 60 тысяч. 60 тысяч квадратных метров, да. Вы сами понимаете, туда приедут на машине, туда приедут на общественном транспорте, да? Туда большой поток граждан пойдет, правильно? Они придут на эту страну работать. Сейчас вопрос в том, это будет офисный центр или это будет торговый офисный центр? Нет, это офисный центр. Если это будет офисный центр, то, конечно, поток будет поменьше, но, тем не менее, мы понимаем, что офисные центры чаще всего приезжают на машину. Использовать язык физиологии, то это может оказываться таким тромбом, который из которого остановится все. Дело в том, что предложенные проекты, я их показывал, там было 400, я не знаю, себе 5, да? Да, Ильвович. Ну вот, где упор был сделан на последний объект, который предложил архитектор Павлов, вот он мне напомнил только, но встроящийся бы корпус завода Ивана Ивановича Лепси и ничего другого. То есть ту эстетику, которую нам вкладывали в уши, в моем понимании, она вообще не соответствует. Такое достаточно дешевое, неэстетически несмотрящееся здание промышленного... Промышленное здание, да, объекта, которое местно на хорошем заводе. Это бы смотрелось нормально. А это будет на набережной? А это лицо города, все же набережная. И благоустройство набережной будет в дальней перспективе рассматриваться, хотя о ней говорилось. Поэтому я не сторонник в том виде, в котором он был нам предложен. А какие-то плюшки городу обещает застройщик? Мы не успели выслушать, может, что-то и обещали, но навряд ли. Да вряд ли, потому что я как раз с этого и начал свой диалог. Я успел там 2-5 копеек, говорю, вставить. Я начал диалог с того, что сколько бы ни обещала данная строительная организация плюшек к городу, эти все плюшки остаются на бумаге, либо на словах. Как и все остальные другие. Да, потому что также, когда мы, помню, начинали строительство данного микроавиона на заводской, обещали расширение улицы заводской, с хорошим выездом на улице профсоюзную, и в дальнейшем, в итоге, как улица была, в общем, в общей ширине, так и осталось. Когда строили торговый центр «Кристалл», нам обещали, что тут будет продолжение набережной, в сторону микроавиона на улице заводской, и все, что в этом плане. В итоге мы сами не видим ни набережной, но видим торговый офисный центр. И на сегодняшний день все, что бы ни обещала эта строительная компания, и это можно свести к нулю. — Так, давайте время небольшой паузы. А, вопрос-то, собственно, он открыт еще, он будет обсуждаться? — Он до сих пор сейчас обсуждается, мы думаем, еще. — Он будет обсуждаться не только на Градсовете, его куда-то выносить будут потом на общественное слушание еще. — Градсовет полномочен, да, только лишь обо всем этом говорить. Хорошо. Сейчас делаем небольшую паузу, буквально которая продлится полминуты, и переходим к нашей основной теме — тариф за вывоз мусора. Скоро вернемся. — Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии нашей Константин Сичихин, Юрий Шлеминзон и Андрей Воробьев. Переходим к основной теме программы — тариф за вывоз мусора, который должен начать действовать с 1 января, и до сих пор мы не знаем, сколько мы будем платить. — 4 декабря должен был озвучен тариф. — Ну, это обещали. На самом деле, по закону до 20 декабря должны... — Я лично как из печи пирога ждал этого дня, 4 декабря, чтобы услышать, чтобы понять, сколько ты в семейном бюджете должен закладывать. — Мы все ждали. — Мы все ждали, да. Накануне, я так понимаю, что обсуждалась эта тема в очередной раз в общественной палате, и в очередной раз ни до чего не договорились. — Там получалось, что в пятницу мы собрали общественный совет региональной службы по тарифам и обсуждали как раз тариф, потому что перед общественным советом у нас экспертное сообщество РСТ собиралось, и они, конечно, одобрили данный тариф. — 7 рублей? — Нет, там совсем другое. — Хорошо, давайте не будем тропить. — РСТ принимает на сегодняшний день не 7 рублей и не с человека. РСТ принимает тариф, связанный с куба. — Стоимость вывозки... — Кубического метра мусора. — Да, кубического метра мусора. — А дальше смотрят как раскладывать. — А дальше уже министерство ЖКХ и энергетики смотрят, как раскладывать. Либо по квадратным метрам, либо с человека... И в данной ситуации... — Либо по лампочкам. — Да, либо по лампочкам. — В данной ситуации у нас получилось, как получилось, что мы на общественном совете приняли решение, что данный тариф пока не обоснованный, так как вся инвестиционная программа, которую нам предоставили, она стала у нас под сомнением. — Так, тариф за вывоз кубического метра мусора не обоснован. — Да. — У нас он по 1000 рублей, да? — Сколько там? — Нет, у нас не по 1000, но 700 с копейками, одним словом. — Но это, на ваш взгляд, уже много по сравнению с другими. — Для нас, например, вопрос даже не 700, не 600 вопросов, есть инвестиционная программа, которая прописана в данном тарифе. Инвестиционную программу должен выполнять региональный оператор. — Компания Куприт. — Компания Куприт. Поэтому вопрос у нас возникли несколько противоречий. Почему? Потому что в инвестиционной программе заложена техника, которую должны закупить в количестве либо 40 единиц за полную стоимость, либо 220 единиц за стоимость лизинга, да? В рамках договора лизинга. — И это все денежки заложены уже в тариф на сегодняшний день, что в следующем году у нас 222 машины должны новенькие ездить по Кировской области. Вопрос... — И это, на ваш взгляд, неприемлемо? — Это не должно быть в тариф. — Но они не должны вообще туда входить. — Да. Как бы в данной ситуации, почему это должно быть входить в тариф? Нам объяснили, что это прописано в электронной схеме обращения с отходами, которая была... — ТЕР-схеме. — ТЕР-схеме, да. — Которую готовили несколько месяцев. — Да. Вот. Вопрос встал, а почему так? Так, а почему мы, как бы граждане, на сегодняшний день должны закупить какую-то технику, когда предприятие получастное, полуадминистрации города... — Муниципальное. — Муниципальное имеет полное право сходить в банк, взять кредит на эту технику. И спокойно закупить это оборудование, а не финансироваться за счет тарифа. — Там, кстати, я знаю, что-то, насколько я понимаю, эта ситуация-то. То есть у Куприта по законодательству, ну, точнее, у РСТ по законодательству было два варианта для Куприта. Либо Куприт сам покупает технику и вывозит мусор, то есть там находит водителей, они садятся на эти, да, машины и начинают везде вывозить. Либо второй вариант, они через торги ищут подрядчиков, которые будут заниматься транспортировкой. — Подрядчики с машинами. — Да, конечно, с машинами, с рабочими, с оборудованием. — И как раз вот эти машины, которые заложены, ну, так сказать, автомобильный транспорт, да, которые заложены в тариф, они включены не плюсом в тариф Куприта, они включены в стоимость транспортировки вот этих перевозчиков. И вот сейчас, насколько мне известно, на сайте Кузакупок уже есть несколько лотов, которые как раз вот эти вот перевозчики занимаются закупкой этого транспорта, этой техникой. — То есть по второму пути пошли, да? — Да, то есть пошли по второму пути. И вот как раз вот здесь вопрос-то очень важный, что с точки зрения антимонопольного законодательства, вот эта стоимость, она никак не отрегулирована. То есть, по сути, все отдано на откуп, на торги. А мы видим, что по трём из четырёх лотов всего был единственный участник. Один участник заявился и по максимальной цене выиграл. — Какой компании? — Конкуренции не было. — Ну, там несколько компаний по разным, так сказать... — КДУ-3, по разным лотам, по одному участникам. — Давайте наши традиционные игроки этого рынка. — Да, да. — Это по разным так называемым квадрантам, да? — Традиционный единственный игрок у нашего рынка. — Один, единственный. — И что важно, то что вот здесь вот не было на законодательном уровне такого регулирования, чтобы обеспечить достойную конкуренцию одновременно с обоснованием затрат на перевозку. То есть, по сути, эта стоимость определилась, как бы первоначальная стоимость по результатам коммерческих предложений. — Трёх коммерческих предложений. — Да, но вот тоже интересно, если и было, это три коммерческих предложения, то почему участвовал только один участник? — Интересно. — То есть, вот здесь, на мой взгляд, это в следующем году, когда будут проводиться уже закупки на 2020 год по транспортировке мусора, надо как раз вот заниматься тем, чтобы в законодательстве прописать эти условия. — Чтобы вносить изменения. — Да, чтобы вот эта стоимость была обоснована конкурентной, чтобы позволяла, так сказать, и малому бизнесу, и среднему бизнесу здесь участвовать, и не только у тех, у кого есть деньги на обеспечение контракта, там какая-то там муниципальная гарантия или что-то ещё. Вот это вот была очень важная составляющая по транспорту. — Скажите мне, пожалуйста, у меня вот такой вопрос, поскольку времени мало. Те вещи, которые сейчас прописаны в территориальной схеме, в частности, закупка техники, там неважно, подрядчикам или самим операторам региональным, за счёт жителей города, условно говоря, их можно изменить? Мы можем на это как-то повлиять или нет? — У нас на сегодняшний день территориальная схема будет пересматриваться, и до марта месяца территориальная схема должна пройти общественное обсуждение, да, о чём вчера Алла Виктора Албегова и рассказывала тоже на совещании. — Я вообще запуталась. — Руководители... — Тарифик, главное, в чём противоречие, что... — Подождите, территориальная схема будет пересматриваться, а за мусор мы будем всё-таки платить с первого года. — Так вот в этом весь вопрос-то, понимаете, вот опять же, вопросов много, почему? Потому что территориальная схема, да, она есть, она утверждена, да, мы по ней с 1 января начинаем работать, да, но опять же в 2019 году она будет пересмотрена до марта месяца, она должна быть пересмотрена и пройти общественное обсуждение, да, сейчас вот это изменение этой территориальной схемы, как я понимаю, рассматривается каким-то образом, да, пиливается, доделывается, да, когда её вынесут на общественное обсуждение, когда нам дадут этот ключик доступа к этой территориальной схеме, пока ещё непонятно. — Но при этом уже тариф существует, он будет работать с 1 января 2019 года, и мы уже по старой версии территориальной схемы уже начинаем как бы платить, и операторы должны быть работой, да. Но если произойдёт какое-то резкое изменение потоков, то по сути должно произвести изменение и тарифа, но у нас законодательство на сегодняшний день очень жёстко это регулирует. Если тариф утверждён, значит он обязан работать в течение всего года. — Но чаще ведь менять нельзя. — Нельзя, да, и вот чтобы все понимали, что если даже будет изменение территориальной схемы, то изменения тарифа не будет. — Минимум года. — Да, именно год, до 2020 года. — Все изменения в территориальной схеме будут в виде корректировки. — Да, все изменения территориальной схемы будут проходить в рамках тарифа уже 2020 года, а не 2019. — Так, хорошо, с этой историей вроде бы разобрались. — Самое большое возмущение вызывает то, что в тариф входит инвестиционная составляющая. Если вы выиграли контракт, то вы должны были идти с определённой уже техникой, на определённых условиях вы его выиграли. Значит, собирать деньги нелогично уже будет, да? — Ну, вполне, да. — Соответственно, и за счёт этого и у нас тариф такой немаленький получился. — То есть если собираешься людям оказывать услугу, у тебя вся материально-техническая база уже должна быть. А думать о том, что нет, вот я сейчас выиграю этот контракт, но оказываю не услуги, я сейчас приобрету материально-техническую базу, но это прям, ну... — Ну, вот как раз вы правы в данной ситуации. У нас, получается, на сегодняшний день предприятие Куприд выиграло, не имея должной технической базы, и говорит, что вот сейчас, 1 января, мы и начнём закупать за счёт того тарифа, который будет определён по Кировской области, да? И за счёт тех средств, которые... — Преускоренная амортизация этой техники, которая включена, понятно, что логично. — Слушай, я тоже хочу так работать, я тоже хочу приходить на работу, ничего не имея, говорит, вы не сделаете это, а потом вот. — И, конечно, это бизнес, должны получать прибыль, но это не значит, что вы в первых 2 года или 3 должны все свои затраты в течение года отбить, как говорится, и потом получать прибыль. Это всё такая вещь, что связано с населением, поэтому все проблемы своей переклады на население — это совсем нелогично. — Второй ещё вопрос, который был затронут в рамках данного заседания общественного совета, это тариф, связанный с полигоном в Осенцах, центровое предприятие, центральный полигон, потому что тариф 631 рубль за приёмку одного кубометра, получается, ТКО, твёрдых коммунальных отходов, да, это на сегодняшний день самый-самый-самый большой тариф по всей Кировской области, потому что на втором месте идёт тариф порядка 200 рублей. Вы сами понимаете, что разница практически в три раза между первым тарифом и вторым местом по тарифам. А дальше уже, я не хочу говорить, там вот следующая цифра идёт уже 100 с чем-то рублей, а самый низкий там тариф уже под 60 рублей. Нам говорят, что... — А земля-то одна, отходы-то одни и те же. — Да, нам говорят, что этот полигон новый, хороший, замечательный, он очень экологически защищает всех, да, но при этом... — Поэтому дорого. — Ну, это говорят владельцы полигона, да. И в данной ситуации мы с вами при этом, нам говорят, так у нас несколько объектов новых введены в эксплуатацию. Один из таких объектов был введён в Кирово-Чапецком районе, да, недалеко от Просницы. — Там была проблема? — Да, там была проблема, но он опять же введён и новый объект для размещения отходов. Так там тариф на сегодняшний день 60 рублей. — А там, когда его вводили, я помню, тоже говорили, что всё хорошо и благополучно с точки зрения экологии. — Да, и вопрос-то тут становится, вот есть новый объект за 60 рублей размещения отходов, да, есть новый объект за 600 рублей размещения отходов. — Улично. — При этом, сразу чтобы вы понимали, почему мы к этой цифре больно придрались, что на сегодняшний день данный полигон, согласно всей территориальной схеме, будет принимать более 50% отходов Кировской области. Это значит, вот эта энная сумма, большая сумма, ложится в тариф таким-то процентным соотношением к таким мы пока ещё, ну, немаленьким, по крайней мере, да, потому что либо там по 60 рублей, либо по 600 рублей принимать отходы. И вот по этим двум основным причинам у нас возникло очень много вопросов, и мы тем самым вынесли протокол, что мы не согласны с данным. — Вот давайте сейчас чётко перечислим то, что вы требуете. — Вот этого нового пятна, как говорят специалисты, должно хватить на полтора, но максимум на два года. — Да, один год в восемь месяцев. — Надо строить вторую очередь. — Надо строить вторую очередь. — Для этого что нужны? — Денежки. — Так, почему их в тарифе не взять с граждан и построить ещё одно пятна? — Смотрите, в чём проблема-то была, на мой взгляд. Вот сейчас почему это получился тариф 631 рублей, как вот Константин сказал, от центрального полигона-то? — Здесь получается, что вот этот вот первый этап эксплуатации, так сказать, ну, небольшая часть, да, вот в деревне Осенцах, она, как Юрий Львович сказал, рассчитана на один год восемь месяцев. И, по сути, как раз вот за эти два года, за 19-20 год планируют окупить эти затраты. То есть вот там вот 158 миллионов рублей, у меня есть справка от, так сказать, от застройщика, да? — Отбить в народе это называется. — Да, вот. И проблема-то, на мой взгляд, вот в чём, что предыдущие власти муниципальные, это в городе Кирове, которые там последние 10 лет у нас были, они не занимались этими вопросами. У нас есть распоряжение администрации города Кирова, подписанное господином Перескуковым, да, в конце 16-го года, о том, что он на свой страх и риск продляет в Костино полигон до ввода новых мощностей. И, соответственно, никаких больше мер никто не принимал, не привлекали ни федеральные денежные средства, ни с инвесторами не работали, государственное частное партнёрство, концессии. — А сейчас нам региональное правительство говорит, что с 1 января не надо ждать резких улучшений, мы только ещё начнём заходить там, в том числе, в федеральные программы. — А здесь, получается... — Что делали последние годы, спросить хочется, да? — Когда Костино уже всё вот, уже критический момент, остаются только осенцы, да? — По 632 рублей. — Которые, получается, население должно, по сути, софинансировать, ну, не софинансировать, а вообще окупить как бы полностью этот полигон. То есть, эта проблема-то, она не сегодня возникла. — То есть, нас прижали к стенке просто-напросто вот сейчас, да? — Да, её нам решать ещё 5 лет назад, как минимум, когда с полигонов в Костино уже было всё понятно, потому что были письма Роспроднадзора на имя губернатора, на имя там министерств, где были по Костино проблемы изложены, что штрафы были, кстати, в отношении ООСАХ, о том, что они там всё ещё захоранивают мусор. То есть, эту проблему надо было решать раньше. И сейчас мы просто остались перед фактом, либо мы мусор повезём там в Лубягино или там в другие полигоны области, которые заполним там за очень короткий промежуток времени, либо вообще в другой регион. — Так, подожди, отмотать назад нельзя. То есть, мы сейчас уже не изменим того, что было не сделано. Что можно сделать сейчас? — Давайте на рекламу сходим. И, собственно, да, спасибо Андрею за эту историческую справку. Всё-таки, да, сосредоточимся после рекламы на наших теперешних возможностях и что нам делать, собственно, в ближайшее время. Реклама. — Люди, мы тут интересную вещь выяснили. Давайте сразу об этом расскажем, да, что у нас автоматически одна плата из одной квитанции в другую-то не перейдёт, оказывается. Мы тут кое-какие действия должны предпринять. Напрасно думать, что плата по новой схеме, она вот в отдельной квитанции, как там нам отдельно, да. Что должны, Андрей, поясните, пожалуйста, вот сейчас по тем условиям, по которым мы сейчас платим за мусор. — Вот по федеральному закону 458, о внесении изменений, прямо указано, что специальное решение общего собрания на уменьшение размера платы за содержание общего имущества, связанного с исключением вывоза и захоронения от отвердых бытовых отходов, не требуется. То есть по логике законодателя, управляющей организацией ТСЖ, должны с 1 января автоматически уменьшить размер платы за содержание общего имущества, вот исключив там... — Ну, та часть, которая... — А двух за четырех рублей это будет? — Это сколько, это сколько примерно? — 24 рубля. — В процентном соотношении от общего? — С квадратного метра 24 рубля. — Ну, если от 20... Ну, 10 процентов. — 10 процентов, 12 процентов, да. — То есть автоматически, но сейчас-то у нас плата состоит из захоронения на полигоне и транспортировки. А вопросы содержания контейнерной площадки и условий, например, приобретения в аренду или в собственность контейнеров, они все-таки остаются на плечах собственников, да, или... — Ну, нам же руководитель Куприта говорил, что их право, право это на мусор возникает с момента того, когда вот это в контейнер уже... — Да. — Мусоровоз погружен, да. — Вот это мое мнение о том, что все перевозчики должны обеспечить бесплатно контейнерами многоквартирные дома. Без всяких аренды, без всяких покупок не должны сейчас собственники, управляющие компании откуда-то находить деньги на приобретение этих контейнеров. А за содержание контейнерной площадки, вот тут очень тонкий момент, если вокруг контейнера образуется куча мусора, да, за содержание, которое надо убирать, так, наверное, все-таки неправильно рассчитали количество контейнеров, а это уже ответственность оригинального оператора. Поэтому здесь тоже нужно сначала разобраться, или мусора много накапливается, и надо ставить второй бак. — Ну да, скажем, что недостаточно, как вы считаете, контейнер. — Либо просто кто-то бросает рядом, и вот это содержание контейнерной площадки, когда дворник, или другой специалист, нужно мусор скидывать туда. — Будет с Нового года этим заниматься, и плата за это останется в наших квиточках, в графе содержания ремонта. — По логике это законодательно установлено, но по логике никакого содержания добыть не должно. Не должно быть мусора вообще установлено, три бака, пусть они полупустые стоят, приезжают, это оригинальные операторы, их там себе загружают и уезжают. — Мы понимаем, что идеально ничего не будет работать. — То есть давайте мы жителям расскажем, ну мы уже говорили о том, что у них плата за мусор полностью из квитанции за содержание не уйдет. — Не исчезнет. — Для того, чтобы ушла какая-то часть, люди должны общее собрание собирать из меня три? — Нет, не должны. — То есть это делает управляющая компания сама? — Да, автоматически, на основании закона. Это специально регулирование. И вот вы говорите, что идеально ничего не может. — У людей будут вопросы, почему сейчас они платили 2-4 рубля с квадратного метра, будут платить 5-6, как сейчас предполагается, с квадратного метра. То есть что улучшится-то с 1 января 2019 года, вот это нужно понимать. А пока большого понимания, то у большинства жителей-то я думаю, что нет. — Мы это увидим только в январе-феврале. — Ничего не увидим. — И поэтому, я думаю, вот этот вопрос очень важно обсудить, все-таки как правильно платить с квадратного метра, либо с человека. — Ну вот это один из основных камней. — Это та часть спора, которая понятна, наверное, любому жителю нашего города. — Я просто хотел поделиться вот тем опытом, который у меня есть. Я проанализировал практически все решения по 85 субъектам Российской Федерации, которые утвердили нормативы на твердокоммунальные отходы. И, по сути, только в нескольких регионах приняли решение платить по квадратным метрам. То есть это там Москва, Ямало-Ненецкий, автономный округ, Пермский край, Республика Мордовия. Все же остальные, там, где принято решение, там по нескольким еще не принято решение, все с человека. — Ну, по-душевой называется. — Да, и у нас вот тот норматив, который был рассчитан с крупногабаритными отходами, 1,7 метра кубических на человека в год, он еще не самый большой. Для городов с такой же честностью, как у нас, есть нормативы и повыше. Поэтому здесь очень важно, что когда из платы за содержание мы этот мусор выводим в плату за коммунальную услугу, это уже коммунальная услуга, которая должна взиматься с человека, который сам мусорит, а не квадратные метры. То есть вот, когда мы перешли, мы должны понимать, что мусорят люди. Другой вопрос цены там, да сколько она в итоге будет, когда утвердят решение. — Сколько будет тариф на человека? — Да, и если же будет с квадратного метра, то получится ситуация такая, что если у тебя есть недвижимость в Кирове, а прописан ты, например, в Слободском, ты, получается, будешь платить два раза. Один раз с человека по прописке в Слободском, а другой раз за недвижимость в Кирове. А если учесть тот факт, что в городе Кирове практически... — Это мы говорим по той схеме, которая была озвучена губернатором. Губернатором ведь была она озвучена. — И министерством. — И министерством энергетики. — То есть в областном центре с квадратного метра, в районах с человеком. — Да, и если так и ставить, то при ежегодном вводе квадратных метров в Кирове жилья и одновременном неповышении численности населения получается... — Получается, что у регионального оператора... — Правильный заработок. — ...при одном и том же объеме мусора. — Дополнительный доход. — При одном и том же объеме мусора. — Подождите, вот эта история с прописанным там в Слободском, а квартира в Кирове, это такая достаточно, наверное, все-таки уникальная история? — Почему? — Да нет, очень часто. — Нет, но вот давайте мы возьмем обычную совершенно ситуацию. Если мы платим с квадратного метра 6 рублей, как обсуждалось накануне, да, вот примерно такая... — В этом районе. — 6 рублей вместе с НДС. — Почему-то вот нам все время пытаются рассказать о том, что, значит, вот люди живут в квартирах по 250 квадратных метров. Это люди хорошо зарабатывающие, они могут себе позволить платить с квадратного метра. Берем обычную пятиэтажку. Вот хрущевка, пятиэтажка, площадь квартир средняя 30, 31, 32 квадратных метра. В этих квартирах... — Нет, это вы жилую, считаете, общую. — Я общую. — 60, 60. — Нет, 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 хрущевка однокомнатная, юрилей, леченая 30. — В однокомнатной хрущевке часто живет одинокий пенсионер. Часто он живет в двухкомнатной хрущевке. 31 квадратный метр умножаем... — 33, либо 44, 45. — Да, умножаем на 6 рублей, даже 31, мы получаем 186 рублей. Плюс плата, которая останется за содержание контейнерной площадки. И это далеко не та сумма, которую нам называли изначально предельный тариф 156 рублей. И мы все это перекладываем на людей очень небогатых. Очень небогатых. И почему-то об этом не говорится. Что они должны делать? — Нет, общественники-то об этом говорят. — Да, я имею в виду правительство. — В совещаниях. — Так, ну давайте вот развернемся. — Ну вот как раз со стороны обычных людей, к которым относимся. — Вы знаете, как бы тут две вещи, вы правильно начинаете рассказывать. Что есть пенсионеры, а есть люди, которые имеют себе там большой дом, большую квартиру. И прописано там по три, по четыре человека. Я свою позицию выскажу на данный момент. Моя позиция, она... Да, мы платить должны с человека. Мы должны платить с человека. Даже при том, что я для себя, говоря с человека, сам себя завожу в большую плату, чем с квадратного метра. Потому что у меня в квартире прописано четыре человека. — Вам было бы выгоднее платить с квадратных метров. — Да, в моих там 60 квадратных метров. Но при этом я — это один человек в большом пространстве города Кирова. Правильно вы говорите про бабушек, дедушек и других людей, которые прописаны по одному человеку в квартире, но при этом проживают в квадратных метрах 50-60 метров. — Да даже 30. — И даже 30 квадратных метров. — Это все равно больше обещанного вот этого предельного норматива. — Да. И поэтому мы пытаемся на сегодняшний день каким-то образом донести до Министерства ЖКХ энергетики. — Потому что там у вас министр ЖКХ Редкин заявил, что он на 50 квадратах проживает. — Ну, суть не в этом. Суть в том, что мы пытаемся до них донести, что давайте мы начинаем в реформу заходить только что с 1 января. Она не свежая реформа, свежие моменты. Правильно мы говорим, что у нас ничего не изменится в январе. Нам новых мусоровозов никто во двор не пригонит, и новые контейнеры никто не поставит. Мы опять же должны эти контейнеры купить, мы опять же должны содержанием этих мест заниматься. И опять же за свой счет. — Так давайте хоть где-то в каких-то моментах сделаем поблажку для населения. — Да это не поблажка, это справедливое решение. — Да, справедливое решение, согласен. И в данной ситуации мы начнем хоть с этого. Начнем платить человека. Дальше, в течение 2019 года, мы посмотрим, как будет. Будет изменение в электронной территориальной схеме. Посмотрим, как начнет работать региональный оператор. И уже в 2020 году, когда будет утвержден, примерно будут понятны цифры по накоплению частных домовладений, о чем мы с вами говорим про частные дома, которые... — Это тоже отдельный большой пласт работы. — Да, это отдельный большой пласт, да. Когда будет понимание цифры накопления мусора от частных домовладений, когда будет утвержден отдельный тариф для них, тогда мы с вами можем прийти к цифре с квадратного метра. Если так желает Куприд, так желает Министерство ЖКХ и энергетики, и тогда будет четкая позиция у них. А почему так? На сегодняшний день я не слышу, и все присутствующие здесь не слышали четкой позиции. — А я слышала. — Министерство ЖКХ и энергетики. — Я слышала, я вам объясню, почему так. Нам говорят так, потому что... — А у нас за министерство. — Потому что в городе невозможно посчитать количество жителей. В город приезжают жители из районов области, живут, значит, здесь без регистрации. — Так вот это вот нововведение, на мой взгляд, и вскрыло еще раз эту проблему. Раньше нужно было этим заниматься. — Это же не проблема жителей, на которых перекладывали. — Это проблема того, кто выполняет услугу. — Сейчас этими функциями занимаются МВД, это ФРУС. — МВД, управляющая компания, ФМС, Кроме Годных. — Тут еще стоит отметить, что люди, которые не прописаны, там, где не прописаны, там-то... — Они где прописаны? — Там-то они платят. — Я просто, как бы, человек, даже если он не прописан в Кирове, он будет прописан в области, он прописан. Он там-то заплатит, жалко. — Я бы хотел сказать, что я тоже поддерживаю свою коллегу Константина, что оплата, по крайней мере, на данный период должна быть с одного человека, ну, с человека. И еще... — Хотя бы на переходе. — Да, и надо сказать, что есть еще большой вопрос 1 января у бизнеса нашего. — О, это отдельное дело. — Что заключение договоров не по нормативу, а по факту только тогда, когда есть паспорт на отходы. Поэтому, господа предприниматели, это и юридические, и физические лица, которые имеют коммерческую недвижимость. — Нет, это должен бизнес паспорт на отходы и заключить договор с Купритом. А у вас дней осталось очень мало. — Ну, три недели с большим. — Так что подавайте заявки, у кого нет, на получение паспорта. — Роспродозор. — Роспродозор, да. — Вот такая жаркая, кипучая преновогодняя пора у нас. — Такие проблемы есть не только у граждан, и у бизнеса. Мы будем с этим бороться и заниматься. — Благодарим Константина Сичихина, Юрия Шлемензона, Андрея Воробьева. Первый час разворота на этом завершен. — Не хватило, конечно, нам. — Не хватило времени. — Давайте договариваться на новую встречу. — Мы вопросы еще есть, которые надо обсуждать. — Спасибо. Сейчас новости, тематические программы и новая тема через 20 минут. — Так, полетели дальше. — Дальше. — Дальше. — Субтитры создавал DimaTorzok